в системе морфология, видоизменения, анатомия. Морфология, видоизменения, анатомия. Вы спросите меня, а почему же мы сразу начали с вами с тканей? А начали мы с вами с тканей, потому что когда мы с вами будем разбирать видоизменения тех или иных органов, я буду прибегать к анатомическим особенностям. Поэтому, возможно, мы сначала будем брать морфологию, потом анатомию, потом видоизменение. Ну, это я уже решу позже. Сегодня мы с вами познакомимся исключительно с морфологией корней, Какие они бывают, у кого они какие встречаются и так далее. Поэтому сегодня лекция будет не очень долгой. Я думаю, что за час 15 моих прекрасных речей мы, соответственно, с вами управимся. Итак, сейчас на моих часах, эх, без четырех минут. Ну ладно, ничего страшного, начнем, потому что там в самом начале такая информация, которую вы и так знаете. А начнем мы с вами со следующего. А какие же вообще органы есть у растений и какие классификации органов есть? Самая классическая классификация органов – это в зависимости от того, какие основные функции они выполняют. И в связи с этим мы с вами вспоминаем, что у нас есть вегетативные и генеративные органы растений. Внимание, вопрос. А так как вы у нас все теперь умеете включать свой микрофончик, скажите мне, пожалуйста, кто у нас относится к вегетативным органам? Чтобы ответить, нужно отключить микрофон и сказать. Корень стебель лист. Так, а если вспомнить определение? Ничего не слышу. Попробуйте поизменять свои настройки, проверить звук. Совершенно верно. В принципе, более-менее правильно человек ответил, но немножечко не вспомнил определение. Да, действительно, корень является вегетативным органом, и, соответственно, его можно отнести к вегетативным органам. Но корректнее сказать не стебель лист, а корректнее сказать побег, потому что побег – это ось с расположенными на ней листьями и почками. Поэтому, когда вас спросят, кто относится к вегетативным органам, вы должны сказать корень и побег. А побег состоит из стебля, листа и почки. Следующий вопрос. Вспоминаем определение, кто у нас относится к генеративным органам. Итак, кто относится к генеративным органам? Цветок, плод и семя. Да, совершенно верно. Цветок, плод и семя. Соответственно, цветок в самом начале, дальше формируется семя, вокруг которого формируется околоплодник, все вместе с семенем. Соответственно, это у нас называется плод. Мы это все с вами разобрали. И по мере того, как мы с вами будем продвигаться по нашим кружкам, да, сразу скажу, что, скорее всего, мы с вами будем, я буду назначать как бы занятия вне понедельников, чтобы восполнить те данные, которые я не успела вам за этот фактически месяц сдать. Поэтому внимательно следите за информацией. Мы будем стараться выбирать время, чтобы ни в коем случае не вне школы и так далее. Но, тем не менее, я постараюсь восполнить все те занятия, которые я, к сожалению, вам не дала. И ту информацию, которую я вам не дала. Кто у нас там в части? Да, здравствуйте. Итак, поехали. Начинаем мы с вами с корня, как вы поняли, по нашему заглавию. Что такое корень? Корень – это осевой вегетативный орган растения, служащий для закрепления в субстрате и поглощения питательных веществ, то ли там воды, минеральных веществ, в зависимости от. Первые три слова самые ключевые – осевой вегетативный орган. Почему осевой? Это очень важно с точки зрения морфологии, с точки зрения понимания того, что такое настоящий корень, что такое, условно говоря, ложный корень. Мы с вами это сегодня будем обсуждать. А что значит человек поднял руку, он хочет что-то спросить? Извините, я случайно. Да, ничего страшного. Здравствуйте, это у меня проблемы со звязью или что? Просто у меня звук, будто робот говорит. Ну, вроде я не жаловалась на свой голос, но не знаю. Итак, осевой вегетативный орган. Осевой – это очень важно для понимания того, что такое главный корень, боковой и предаточный. Это важное уточнение. Дальше. Вегетативный тоже очень важно, потому что априори корень не выполняет генеративную функцию. Так, сейчас я еще раз отвечу. Звук не работает. Значит, еще раз, ребят, я не знаю, что вам делать со звуком. Проверяйте свои настройки, так как у всех работает, значит, может быть, у вас в предварительных настройках что-то не так. Больше на эти вопросы я отвечать не буду, потому что очень… Да. Итак, поехали. Дальше. Какие же функции выполняет корень? Тоже классическая история. Но в первую очередь это механическая функция. При этом механическую функцию можно понимать как угодно. Можно понимать, что это закрепление в субстрате, а можно понимать, что это каркас, на котором, это фундамент, на котором стоит все оставшиеся растения. Питательная функция. Ну, тут все понятно. Когда мы с вами будем проходить непосредственно анатомию корня, это все подробно будет разбираться. Проводящая функция. Да, мы поглотили питательное вещество, но дальше надо их отправить наверх. Для этого нам нужно сформировать центральные цилиндры и так и далее. Поэтому проводящая функция тоже функция. Не надо это забывать. Она не всходит в состав питательный. Запасающие. Ну, и тут классическим букетом расцветают все возможные виды изменения корней, которые связаны с запасанием. Да и обычный корень, увеличив размеры своей парадехимоперивичной коры, будет, соответственно, прекрасно все это запасать. Дальше. Синтезирующая функция. И тут, да, в корне синтезируется много того, что не синтезируется в стебле. В частности, мы сейчас говорим, естественно, про гормоны растительные, да и про различные вторичные метаболиты также. Сейчас я еще раз прочитаю чат. Так, понятно. Да, давайте сразу с вами оговоримся. Если у вас есть вопрос, вы просто включаете свой микрофон и спрашиваете меня, потому что отвлекаться на чат мне не совсем удобно. Да я думаю, что и вам тоже. Поэтому, если у вас работает микрофон, пожалуйста, если у вас есть... О, класс! Лучше поднять руку и спросить. Да, Кристина, пожалуйста, спрашивайте. Кристина, ладно, не поняла. Ну, вы подняли руку, Кристин. А, не, не слышно. Через наушники не слышно. Ладно, жалко. Итак, следующая наша с вами функция – это связующая. И тут возникает вопрос, что с чем надо связывать. Вообще-то надо связывать побег с субстратом. Как бы странно это ни звучало, но да. Потому что в субстрате находится много того, что нужно стеблю. Это, наверное, не та же самая механическая функция? Нет. Потому что механическая – это переименую механическую в каркасную, и ты поймешь, что связующая функция и каркасная функция немножечко разной истории. Хорошо. Хотя, в принципе, на самом деле, если ты скажешь каркасно-механическая, механически-каркасная, все будет нормально, и никто к тебе не придерется. А до скольки идет занятие? Да, в принципе, я надеюсь, что до шести я успею, но, скорее всего, чуть дальше, чуть больше задержусь. Дальше. Следующая наша функция выделительная. И вот здесь вот буйным цветом у нас расцветает такое понятие, такой термин, как ризосфера. Анатомы, ну как бы анатомоморфологи часто не залезают в эту тему, потому что это история про то, что, в частности, корневой чехлик выделяет гигантское количество всяких веществ, в частности, там, слизи и так далее, плюс другие части корня выделяют различные вещества, которые там облегчают поглощение. И получается так, что вокруг корня на, там, условно говоря, миллиметр-полтора формируется индивидуальная физиолого-биохимическая, я не знаю, какие еще определения засунуть, сфера, область, и эту область жесточайшим образом контролирует корень. Там определенный плаш, там содержатся определенные вещества. Эти вещества не просто так туда выделяются, они служат для привлечения или для отталкивания тех, кого не надо. Я хочу привлечь симбионты, да, я в ризосферу выделю то, что мне надо. Я хочу привлечь микоризообразователей, конечно, я буду вкусняшки выделять, а тронтанты. Я не хочу видеть вот этих вот бактерий, фу-фу-фу, и тогда я начну туда выделять тех, те вещества, которые меня будут от них предостерегать. И все это формируется, все это формирует ризосферу. В зависимости от того, какое у нас систематическое положение у растения, состав ризосферы, естественно, будет разный. Он будет зависеть не только от систематического положения, но также и от почвы, в которой будет располагаться то или иное растение. Береза в Сибири, в Сибири, господи, береза в Москве и береза в Карелии, поверьте, у них ризосферы абсолютно разные, да, потому что субстрат разный, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да, вопросы задавайте, те, кто подняли руку. Извините, а можно, пожалуйста, предыдущий слайд включить, который перед корнем был, я просто не успела это записать и скриншот сделаю. Спасибо. Да, окей. Кристина, вы тоже подняли руку. Ну ладно, все, я могу переключать? Ну, видимо, да. Так, дальше. Чем корень отличается от стебля? Не только тем, что один зеленый, другой не зеленый. Это на самом деле неправда. Если вы корень с его пластидами, а в корне есть пластиды, и в частности там живут лейкопласты, мы с вами их обсуждали, что лейкопласты – это функциональные пластиды корней. И если на них посветить светом, или, например, на какие-нибудь пропластиды посветить светом, то тогда наша пластида превратится в хлоропласт. И получается то, что у нас корень может позеленеть. Поэтому отличие, что стебель зеленый, а корень нет – это неправда. Это не отличие. Итак, какие же отличия стебля от корня? Вернее, корни от стебля. Во-первых, отсутствие листьев. На любом стебле, вне зависимости от того, это видоизменение или нет, вы найдете как минимум отметины от листьев. Там листовые рубцы, листовые следы, неважно, в зависимости от того, что за растение. Тогда вы поймете… Да, как хорошо, что вы купили учебник. Замечательно, я вас поздравляю. И тогда вы поймете, что перед вами именно стебель, а не лист. Если вы видите листовые рубцы или листовые следы, значит, это стебель. И неважно, что это будет картошечка. Это стебель. Так, дальше. Можете проверить, сейчас меня слышно? Да, давай, Кристина. Меня слышно? Вот, шикарно тебя слышно. Я тебя прекрасно слышу. Спасибо. Вопрос какой? Вопроса, видимо, нет. Так, поехали. Следующее отличие. Какое же наше следующее отличие? Наличие корневого чехлика, прикрывающего опекальную меристему. Опекальная меристема или верхушечная меристема, короче, кончик корня. Если вы решите головой пробуриться в землю, то, скорее всего, вы пытаетесь на себя одеть какую-нибудь каску. Зачем? А потому что ваша голова самое дорогое, что у вас есть, самое нежное ваше существо и орган в вашем теле. Поэтому если вы сквозь землю будете долбиться, то, наверное, будучи умными человеками, вы наденете на себя каску. А так как корень испытывает гигантские механические нагрузки, сила трения в зависимости от субстрата может быть либо очень высокой, либо очень маленькой, то, конечно, вам нужна эта каска, вам нужен корневой чехлик. Хотя, на самом деле, корневой чехлик выполняет не только эту функцию. А корневой чехлик из какого типа ткани состоит? Это мы с вами будем обсуждать, когда перейдем к анатомии корня на следующем занятии. Я все расскажу, из каких тканей он образуется, в смысле, из какого типа меристематических клеток он образуется, какие его функции, все на следующем занятии расскажу. Следующее наше с вами отличие, а их всего четыре, это наличие корневых волосков. Это особые структуры, которые вообще ни в каком роде, ни в каком виде не характерны для стебля. Корневые волоски – это выросты клеток ризодермы. Поэтому корневой волосок с его основанием – это одна клетка. Да, на стебле есть волоски, трихомы, называйте их как хотите, но там нет… Это все чаще всего многоклеточные структуры. Сейчас я возьму и нарисую вам то, что я имею в виду. Ага, вот. Значит, смотрите, вот у нас есть обычная клетка ризодермы. Да, кстати, рисую я шикарно. Соответственно, так как у нее нет корневого волоска, то эта клетка будет называться атрихобласт. Ну, мы потом это подробнее обсудим еще раз. А вот когда имеется вырост корневого волоска, то, соответственно, эта клетка ризодермы будет называться атрихобласт. Три-хо-бласт. Бл-а-ст. В общем, здесь эстер, трихобласт. Все это вместе – одна клетка. Но когда вас попросят указать на корневой волосок, вы должны будете указать вот сюда. Хотя все вместе эта клетка будет называться трихобласт. Вот такие структуры характерны для корня. Если же мы с вами будем смотреть на какие-нибудь волоски эпидермиса, ну, например, там у листьев, да, то вот у нас будет клетка, да, и от клетки уже будет там следующий какой-нибудь трихобласт одноклеточный. Или это будет погруженная такая клетка, что-нибудь в этом роде. А очень часто это, соответственно, вот клетка, потом еще выраст, и вот здесь вот еще дополнительные две клетки, там трехклеточный какой-нибудь волосок. Поэтому, еще раз, корневые волоски с их анатомией, с их физиологией – это штука, которая свойственна исключительно для корней. К тому же, так-то это вы визуально все видите, но вы должны понимать, что корневой волосок несет в себе очень специфический набор каналов, переносчиков, транспортеров и помп, которые служат для облегчения или для усиления транспорта тех или иных веществ. Поэтому не только с анатомической точки зрения, но и с физиологической точки зрения – это очень специфическая структура, которая формируется только в корневой системе. Ну и последнее наше, ой, мамочки, последнее наше отличие, я, наконец, переключу эту штуку или нет. Здравствуйте. Сейчас, извините, пожалуйста. Ну, пожалуйста, немножечко зависло, ладно. Ну, упс. И последнее наше с вами отличие – это эндогенное ветвление. Что это такое? Как литвится побег? На поверхности побега в пазухе листа формируется почка снаружи, да, и, значит, пошло у нас ветвление, светение, все что угодно. Как формируются боковые корни? Они изнутри, из перицикла прорывают первичную кору и, соответственно, вырывают снаружи. Поэтому точка ветвления находится внутри корня, эндогенно закладывается. Не экзогенно, как у побега, а эндогенно, внутри, и боковой корень как бы прорывает, как хищник, значит, ну, в общем, разрывает мать свою. Вот, поэтому эндогенное ветвление – это тоже очень важный аспект. Таким образом, чем отличается корень от слебля, вот эти четыре показателя вы должны понимать и знать. Как появился корень? И тут я отвлекусь, довольно быстро про эту поводу пробегусь, эволюционные теории. Как мог появиться корень и зачем он нужен? Дальше мы вспоминаем то, что, в принципе, ну, что-то похожее на корень у предшественников растений было. Правда, очень специфически выглядело оно так себе. И если и было, то выполняло конкретную функцию закрепления в субстрате. Понятно, что поглощение веществ, питательная функция им как бы была несвойственна. И тут мы должны с вами вспомнить классическую картиночку. Эту картинку вы всегда найдете в интернете. Эту картинку я взяла из учебника Людмилы Ивановны Лотовой. Эта картинка иллюстрирует так называемую теломную теорию происхождения наземных растений, которая была сформулирована господином Циммерманом в 1930-х годах. Ну, там 20 лет, 30-е, там в зависимости от времени публикации. И о чем она говорила? Эта теория говорила о том, что надземные части назывались теломами, телом. Когда мы будем говорить про теории происхождения побегов, все эти слова мы еще раз встретим и еще раз оговорим. Что такое телом, что такое телом, чем они отличаются и так далее. Сейчас нас это не интересует, нас интересует подземная часть. Нас интересует то, что находится внизу. Так вот теломная теория говорила о том, что да, у нас внизу имелись органы, они назывались резоиды, слово знакомое. И так вот эти резоиды выполняли функцию закрепления в субстрате, но посмотрите внимательно, как они ветвятся. Никакой истории про эритогенное ветвление здесь нет. А вы, микрофон, ребят. Здесь история про то, что эти резоиды, резомоиды, они ветвятся верхушкой, они ветвятся как бы, ну, фактически экзогенно. И это опасно. Если ты хочешь иметь большую и мощную корневую систему, это небезопасная история. А ты в потенциале хочешь захватить всю планету. Поэтому все эти резоиды, резомоиды претерпели следующие метаморфозы. Во-первых, это, конечно же, корневой чехлик. Нам нужно обезопасить свою голову для того, чтобы не быть конченными молодцами. Да, дальше. Мы пришли к тому, что значит экзогенно. Так, хорошо. Сейчас я нарисую, попробую нарисовать. Значит, если мы говорим про слова эндогена и экзогена, что они характеризуют? Значит, смотрите. Например, вот у нас есть поверхность. Если на поверхности почка сформируется на поверхности, это у нас будет экзогенно. Теперь другая история. Вот у нас поверхность, и почка начинает формироваться под поверхностью, а дальше ее прорывает. Но исходное место формирования находится внутри органа. И тогда мы говорим, что это эндогенное ветвление. Экзо – снаружи, эндо – внутри. Почка формируется на поверхности стебля. Поэтому это будет экзогенное ветвление. Вот если бы почка формировалась где-нибудь в первичной коре, вот тогда бы это было бы эндогенно. Ничего страшного. Итак, первое, что нужно сделать, это, конечно же, обезопасить свою голову. Поэтому корневой червик. Дальше. Ты не можешь распыляться на всю длину своего корня, чтобы везде-везде сделать эти корневые волоски. Это слишком затратно и, как выясняется, довольно тупо. А учитывая тот факт, что питательные вещества неравномерно распределены в почве, поэтому выгоднее делать небольшую зону всасывания, но максимально сделать ее эффективной. Ну и последнее – эндогенное ветвление. Ползет крот, ползет медведка и смахнула твою почку, и остался ты без бокового корня. Кому это надо? Никому. Но если ты формируешь ее внутри себя, то ты ее предохраняешь от этих механических повреждений, всяких, которые могут возникнуть в почве. Эти три приобретения превратили ризоиды в те корни, которые мы сейчас с вами будем обсуждать. Дальше. Ну а теперь мы непосредственно переходим к тому, какие растения бывают в зависимости от того, что с их корнями происходит. Во-первых, существуют растения, у которых корней нет вообще. Их может не быть вообще, или они могут быть, но они не будут являться настоящими истинными корнями. Теперь давайте поговорим, что это такое. Итак, бескорневые растения и корневые. Во-первых, бывают растения, у которых исходно нет настоящих корней, а дальше мы должны вспомнить осевой, вегетативный орган. Вот это вот слово осевой нам еще раз понадобится. И тогда возникает вопрос, кто относится к истинно бескорневым растениям? А те, у кого ризоиды. Ну потому что существуют же на планете растения, у которых есть ризоиды в том исходном понимании слова, в котором есть. А это мхи и псилоты. Потому что у них не корни, у них ризоиды. И с анатомической точки зрения там тоже как бы вообще не корни. А есть те растения, которые, чьи родственники имеют нормальные настоящие корни. Но они решили, что они живут в таких особых условиях, что им эти корни не надо делать. Ну, например, я живу в воде. Я покрыто семеное, и я живу в воде. Мне зачем корни? Причем более того, я не просто живу в воде, я живу в толще воды. Я там как-то плаваю с течением, не с течением, неважно. Мне не нужно закрепление в субстрате. Потому что я поглощаю воду минеральные вещества всей поверхностью тела, а закрепляться в субстрате мне не надо. Зачем мне делать корни? Зачем мне тратить энергию и силы? Не надо. Или я суперпаразитическое растение, например, ладьян. Я присосалась и живу за счет чувака. Зачем мне корни? То есть есть логика в том, что утрачивается формирование корневой системы за ненадобностью. Итак, еще раз, мхи. У них нет корней, у них ризоиды. Да, ризоиды служат для закрепления в субстрате. Более того, недавно читала очень интересную статью о том, что ученые исследовали, какой процент, какой вклад корневая система, корни ризоиды у сфагнумов, да, у сфагнумов вносит в поглощение питательных веществ. Потому что вообще-то раньше считалось, что ризоиды нужны только для закрепления в субстрате. Но нет. Сейчас показано, что у сфагнумов, вот смотрите, вот сбоку товарища, вот это вот все сфагнумов, да, у них все-таки ризоиды участвуют в поглощении питательных веществ, но там процент типа там 30%. Основную, конечно, роль несут вот этот вот геалодерма, о котором мы с вами говорили. Поэтому не совсем корректно говорить, что ризоиды только для закрепления в субстрате. Все-таки какую-то роль в поглощении питательных веществ они несут. Вот, кстати, как выглядят эти прекрасные ризоиды. Ну, посмотрите, какие вот они такие нежненькие, красивенькие, с ядрышками, видите? И, в общем, красота. Псилоты или псилотовидные. На данный момент на нашей планете существует только два представителя. Это непосредственно псилотка, в фотографию которого вы видите. Вот он красивый, дихотомически ветвлящийся. Ну, прям зайка. Красота. И тмизептерис, собственно, тоже относятся к псилотам. Какое у них систематическое положение? В данном случае это просто для справки. Они относятся сейчас к папоротниковидным. Это какая микроскопия? Вы сейчас про что? Вы сейчас про какую фотографию? А, вы, наверное, про вот это. Это световая микроскопия. Это световая микроскопия, потому что вы здесь хорошо различаете клетки. Здесь они, видите, довольно большие. Ну, и к тому же вы видите цвет. Поэтому, конечно, это световая. И вы понимаете, что это, скорее всего, натуральный цвет, а не какой-нибудь искусственно покрашенный красителем или еще что-нибудь. Еще раз. Псилотовидные. Псилотовые сейчас относятся к папоротниковидным. У них отдельный свой класс псилотовидный. И семейство псилотовые, которое состоит из, собственно, непосредственно псилота, которая фотка слева, и тмизептериса, фотка справа. Им нужно жарко, ну, тепло, давайте так, не жарко, тепло и влажно. Если происходит потеря влаги, там резоиды, конечно, не справляются, и эти товарищи довольно быстро загибаются, к сожалению. А теперь мы посмотрим на покрытосеменные растения, которые вторично утратили свои корни. Сейчас мы сначала посмотрим на лево, это не покрытосеменной, пардон, ребята, это папоротник. Сальвиния. Значит, что мы здесь видим? Значит, вот у нас идет некая корневища. Дальше. От этого корневища, когда будет очное занятие, да, очные занятия будут после того, как я вам закончу корень, и мы потом сможем его порезать. Поэтому занятие через три будет у нас очное занятие, не волнуйтесь. Соответственно, от этого корневища наверх у нас отходят листья, тут с ними все нормально, а вот вниз, казалось бы, отходят корни. Но это не корни, это видоизмененные побеги, от которых отходят еще более маленькие, тоненькие видоизмененные, ну не видоизмененные, просто побеги, стебли, которые несут как бы функцию корневых волосков. Но это вообще не корневые волоски. Все, что я обрисовала красным, это все побег. Вот. Пузырчатка. Пузырчатка – это вообще хищник, и это покрыто семеное. У нее особые вот эти вот камеры, да, в которые засасывается вот таким вот способом при помощи отрицательного давления какая-нибудь, какое-нибудь ракообразное, и, значит, оно там переваривается, переваривается. Так как пузырчатка плавает на поверхности, ей вообще не нужны корни, ей не нужно закрепление в субстрате. Причем желательно плавать не на поверхности, а чуть под поверхностью. Поэтому за счет того, какой объем мы закачиваем вот в эти пузырьки воздуха, в зависимости от этого, мы регулируем, насколько мы всплываем, не всплываем и так далее. Следующие варианты – это вот этот красивейший лороголисник. У меня в детстве был аквариум. И мы с отцом ходили на птичку, на птичий рынок. Он еще был на старом месте. Там так вкусно пахло. Это я потом поняла, что там были газовые горелки. Мне нравился запах газа. Но это я поняла потом. Так вот смысл в том, что там были такие гигантские железные корыта, в которых плавали все вот эти водоросли, как я думала. На самом деле это были не водоросли. И подавляющее большинство всех водорослей, которые, еще раз я предполагала, что это водоросли, на самом деле были вторично бескорневыми водными растениями, которые в основном вели неприкрепленный образ жизни. Как вы понимаете, это фотка из аквариума. И то, что этот кустик сидит – это бред сивой кобылы. Просто его прикрыли грунтом, его закопали в грунт. И это типа красивый кустик. На самом деле роголистники плавают на поверхности и поглощают все водо-минеральные вещества через свои довольно тонкие клеточные стенки и так и далее. Поэтому все, что вы видите в аквариумах, знайте, что в подавляющем большинстве это все покрытое семейные растения. Лишь с малым исключением. Ну и вот у нас красивый ладьян. Как вы понимаете, мы как надземные жители, наземные жители, мы у ладьяна можем его обнаружить только тогда, когда он переходит к своей генеративной фазе. Причем, посмотрите, даже выпустив цветки, ладьян лишен способности к синтезу хлорофилла. То есть он ему вообще не нужен. Поэтому все такое желтоватое. Хлорофилла там нет и не нужен, потому что ладьян полностью зависит от своего хозяина. Вот эти вот листья, да, такие чешуевидные листья, и они, как вы видите, даже не зеленеют. Они все желтые. И у него тоже нет. Когда мы говорим с вами про растения, у которых все-таки есть корни, то тут тоже есть различия. Есть растения, у которых главного корня нет вообще. От слова совсем нет. И, соответственно, есть те, у которых главный корень есть. У меня под блоком огромный аквариум. Очень интересно стало, что там растение. Скорее всего, у вас там куча рдестов. Посмотрите, это подастеман, кажется, по-латыни, рдесты. Но вот роголистники, пузырчатковые. Залезьте вообще в семейство пузырчатковые, вы увидите там. И родственники роголистников. В общем, все это вот там вы увидите. Все они красивые, синтезируют и так далее. Вернемся. Итак, что такое, кто такие растения, у которых нет главного корня? И как это все образуется, и кто к ним относится? Ну, во-первых, как это все выглядит? Например, у нас есть с вами зародыш. Вот он, зародыш. Когда зародыш формируется, сначала это такие кучка клеток, но дальше при помощи гормонального контроля и силы гравитации у зародыша вырисовывается, условно говоря, полюс побега. будущего побега и полюс будущего корня. Так происходит, если у вас есть главный корень. Но если у тебя нет главного корня, то формирование как бы корневого полюса откладывается. И тогда получается, что в зародыше у нас есть побеговая часть, а корневая как-то вот практически отсутствует. И дальше происходит следующее. На побеговой части начинают формироваться предаточные корни. То есть у зародыша есть побеговый полюс, побеговый полюс и уже сразу предаточный корень, который сформировался на побеговой части. И получается, что если у нас, например, формируется зародыш, у которого есть четкий побеговый полюс и корневой полюс, то понятно, что из этого у нас формируется побег, а из этого сформируется корень. То вот в этом случае у нас фактически корневой полюс не формируется. И вот из таких зародышей получаются, соответственно, те растения, у которого главного корня не может быть и в помине. Потому что забегу вперед и скажу, что главный корень есть продолжение и вырост зародышевого корешка, который будет располагаться на той же самой оси, что и побеговый, что и почечка, ну, в общем, что и побег. Поэтому я обращала ваше внимание на слово осевой в определении корня. Очень важно помнить, что подразумевает под собой вот этот прилагательный осевой. А подразумевает оно то, что корешок, корень, формируется на той же самой оси, что и побег. Вот откуда слово осевой. Итак, еще раз, о чем я говорила. Те растения, у которых формируется в зародыши побеговый полюс, но практически не формируется корневого, и прямо на зародыши формируется предаточный, во сколько закончится занятие? Я надеюсь, что через 45 минут я его закончу. Еще раз. У вас в зародыши есть побеговый полюс, почечка, но при этом нет зародышевого корешка, находящегося на той же оси, что и побеговый полюс. У вас формируется предаточный корень, и тогда вы не способны иметь главный корень в истинном понимании этого слова. Да, у вас есть корни. Да, с анатомической точки зрения, они прямо настоящие корни, с зональностью, со всем этим делом. Но главного корня у вас быть не может, потому что главный корень формируется как продолжение зародышевого корешка. Да, человек поднял руку, спрашивайте. Получается, у растений, у которых нет главного корня, можно их корневую систему называть мочковатой? Совершенно верно, молодец, все так и есть. Хорошо, спасибо. Так, чем больше раз спрашиваешь про конец занятий, тем позже оно закончится. А, понятно, это ирония или сарказм, не знаю. Так вот, те, у кого нет главного корня, к ним относятся все высшие споровые растения. Кто это? Папоротники, хвощи, плуны. Мхи к ним не относятся, псилоток к ним не относятся, потому что у тех резоиды. А вот хвощи, плуны и папоротники, у них происходит формирование зародыша по принципу, вот, картиночки слева. Все остальные, голосеменные, покрытосеменные, это вот по этому принципу. Итак, как происходит прорастание, ну, я написала главнокоренных семян, подразумевая, что, соответственно, у нас происходит формирование главного корня. Вот эта классическая фотография, которую я позаимствовала, я уже забыла, как сайт называется, но тут видно, как сайт называется. Значит, если внимательно проследить, вы увидите, что, в принципе, даже при прорастании побег и корень находятся на одной и той же оси. Да, потом, с течением времени, под воздействием природы и так далее, ось может смещаться. Но на ранних этапах вы прям четко видите вот эту вот ось. Дальше. Особое место и особое определение во всем этом деле занимает корневая шейка. Что это? Корневая шейка – это анатомическая и морфологическая зона между корнем и гиппокотелем. Ну, короче, между корнем и стеблем. Взародыш она плохо различима, потому что там с дифференциацией тканей такое, но по мере того, как растение формируется, с анатомической точки зрения корневая шейка хорошо различима. Потому что именно при приближении к корневой шейке мы начинаем наблюдать метаморфозу проводящего пучка и центрального цилиндра из корневого центрального цилиндра в стеблевой центральный цилиндр. Мы с вами помним и обсуждали, что радиальный проводящий пучок характерен только для корней. Вы его не встретите в стебле? А что вы в стебле встретите? Ну, какие-нибудь коллатеральные, биколлатеральные и так далее. Но нужна зона, где вы будете перестраивать звезду в отдельные штучки. Эта зона и есть корневая шейка. Поэтому с анатомической точки зрения корневая шейка очень важная зона. Едем дальше. Какие корни бывают? Ну, тут вы все прекрасно знаете. Главный корень, боковой корень, непридаточные корни. Ну, а теперь давайте пройдемся по определениям и выясним, кто есть кто. Мы уже с вами несколько раз сказали, что главный корень, самая важная его особенность, это то, что он является продолжением зародышевого корешка, который должен располагаться на одной и той же оси с побегом. Тогда у вас будет главный корень. Когда формируются зароды, сначала это кучка клеток, кучка клеток нарастающие, потом происходят гормональные метаморфозы, и у нас как бы вычленяется побеговый полюс и корневой полюс. Дальше начинают работать разные гормоны и начинают постепенно дифференцироваться ткани, ну, настолько, насколько это возможно в зародыши. Дальше у нас там диаглобулы, торпеды, сердечко, все это будем обсуждать потом. Но самое важное, да, что и побеговый корневой полюс находится на одной оси. Только в этом случае мы можем говорить о существовании главного корня. Дальше. Очень важно, что главный корень обладает положительным геотропизмом и как бы не просто положительным геотропизмом. Он всегда максимально будет стремиться расти к центру земли. Почему я обращаю на это внимание? Потому что у боковых корней это не совсем так. Потому что боковые корни, они служат для чего? Они служат для того, чтобы увеличить площадь всасывания, увеличить площадь опоры и так и далее. Но если ты растешь строго вниз, увеличивать площадь опоры, ну, скажем так, проблематично. И тогда ты вынужден расти, условно говоря, вбок. Именно в частности, и поэтому они иногда называются боковыми. Не всегда там пазушными, но и боковыми. Ты должен нарушить обет геотропизма. Потому что геотропизм подразумевает, что ты растешь строго вниз. Ну, ты же честный геотропик. Уж извините за словообразование. А если ты хочешь увеличить площадь всасывания, у тебя с этим проблемы, ты должен... Да, ты боковой корень. Да, ты обладаешь положительным геотропизмом, но не настолько жестко ты придерживаешься этого геотропизма. Поэтому ты способен расти вбок. Посмотрите, пожалуйста, на нижнюю картинку. Ой, вот, да, на нижнюю картинку. Вот где-то, по-моему, там вот за колесами растет дерево. И вот это его боковые корни, которые фактически растут параллельно поверхности Земли. Какой тут геотропизм? Очень слабый, очень слабый. Но это не означает, что они не обладают геотропизмом. Обладают. Потому что, да, хоть они растут параллельно поверхности Земли, но они все-таки стремятся вниз. Поэтому, да, корни обладают геотропизмом. Но самым сильным геотропизмом обладает главный корень. Дальше. Где могут формироваться боковые корни? Они формируются на главном. Боковые корни могут формироваться на боковых корнях. И тогда мы говорим о том, что есть боковой корень первого порядка, боковой корень второго порядка, третьего, пятого, десятого, двадцатого и так далее. Ну, а также боковые корни могут формироваться и на предаточном. Боковой корень – это тот, кто отходит от другого корня. Поэтому неважно, на ком формируется боковой корень. Еще раз. Боковые корни могут формироваться на главном корне. Здесь нужно поставить запятую. На боковом корне, запятая, и на предаточном корне. Вот. Надеюсь, это понятно, потому что очень часто, к сожалению, в учебниках вот это вот определение, то, что они формируются на главном корне, это я взяла из учебника. И это не совсем правильно. Это не совсем корректно. Это не совсем так. Так. Дальше. Где они располагаются? Чаще всего боковые корни располагаются максимально близко к корневой шейке. Но это не всегда так. Почему? Потому что есть правила формирования боковых корней. Может быть, кто-нибудь знает, как называется вот это прекрасное растение? Репа. Ой, редька. Редька. Нет? Это очень близко. Это тоже корнеплод. Но нет, это не редька. Может, это пенамбур? Нет. Сладкая свекла. Мангольд. Свекла. Кто сказал свекла? Сладкая свекла. Да, это сахарная свекла. Свекла. Да, кстати, да. Года три назад сказала я слово свекла школьникам, ЕГЭшникам. И я была... Меня распяли. Мне сказали, что вы неправильно говорите. Надо правильно говорить. Свекла. Это сахарная свекла. Совершенно верно. Это родственница, соответственно, вот этой столовой свеклы, которую мы с вами в борще поглощаем. Смотрите внимательно. А вот то место, где осталась земля на самом деле, это строгая линия, на которой формируются боковые корни. Вот схема-то была, когда нам Семен ее вместо обычной насыпали. А, да. Да, да. Да, очень часто вместо одной сыпят другую. Да, у меня бабуля, значит, юный мичуринец была, к сожалению. В общем, да, она один раз подробила эту свеклу. Приходит мне. Это что такое, Катька? Что мне тут такое насыпали? И давай, вот они выросли здоровыми, надо знать, моя бабуля, она же там выращивала как надо, там с кулак, значит, вот эти вот свеклы. И давай мне шарашить по столу. Это что такое мне тут? Мы давали, да, да. Кстати, она невкусная, мне не понравилась. Сахар из нее мы не стали делать. Так вот, есть определенные правила формирования боковых корней. Они формируются определенными продольными рядами, которые называются ортостихи. Итак, зачатки боковых корней и развивающиеся из них корни располагаются на главных корнями продольными рядами, которые называются ортостихами, число которых варьирует у разных растений. Более того, если мы говорим про двудольные растения, число ортостих чаще всего строго это 2, 4, 6 и так и далее. Если мы говорим про однодольные, это творческие люди, там все, там сколько угодно. А вот у двудольных число ортостих чаще всего строго определено. И как вы понимаете, если у нас 2 ортостихи, то они будут тут располагаться под 180 градусов друг относительно друга. Если 3, то 20, ну и дальше пошла вся эта история. Дальше, в зависимости от того, где у нас располагается максимальная концентрация питательных веществ, зона образования боковых корней будет смещаться в зависимости от этой концентрации. Либо она будет располагаться, условно говоря, где-нибудь, либо она будет располагаться максимально близко к корневой шейке. Ну и тогда мы говорим, что, скорее всего, это благоприятные какие-нибудь почвы, в которых много воды и питательных веществ располагаются в верхних слоях. Ну, в общем, да, ризостихи являются синонимом ортостих, потому что ортостиха – это, ну, в принципе, двурядный очередный филотаксис – это те же самые ортостихи. Теперь я расшифрую, что я сейчас сказала. Значит, смотрите, вот у нас есть стебель. Вот у нас есть стебель. Раз листочек, два листочек. Раз листочек, два листочек. Я их нарисовала супротивными, хотя нет, неправильно. Неправильно, надо отменить. Неправильно, неправильно. Удалить все рукописные. Поехали. Еще раз. Стебель. Раз листочек, два листочек. Три листочек, четыре листочек. Они располагаются под 180 градусов друг относительно друга. Но двумя рядами. Условно говоря, это первый ряд, вот это второй ряд. Двурядный, очередный филотаксис. Вот это артостиха номер один, вот это артостиха номер два. Артостиха – это такое слово, обозначающее ряд, некий продольный ряд расположенных, располагающихся органов, неважно чего, но в ботаническом смысле это будут боковые корни или листья. А когда мы хотим конкретизировать, то мы говорим ризостиха, подразумевая, что это именно в корне. Но термин такой, ну я его встречаю реже, чем слово артостиха. Дальше. Если же у нас какие-нибудь не очень благоприятные почвы, и, например, у нас низко залегают воды, привет, какой-нибудь верблюжий колючки или чему-нибудь, то у нас боковые корни будут формироваться максимально низко. Но если ты, например, какой-нибудь ксерофит, который, ну да, ты верблюжий колючка, это классно, что ты, значит, отрастила себе гигантскую корневую систему, и ты там добралась до воды, но в пустыне же, ну, там, где ты живешь, бывают и дожди. И упускать воду, которая нападала с дождями, тоже не следует. Поэтому в какой-то момент у тебя формируются боковые корни и на близко к поверхности. Вот. Поэтому, а, расположение боковых корней зависит от расположения и количества артостих, и, б, оно будет зависеть от расположения максимальной концентрации питательных веществ, ну, и воды тоже. Скажите, пожалуйста, что такое геотропизм? Геотропизм или гравитропизм? Значит, смотрите, так. Гео равно гравитропизму. Гео – это земля, да, тропизм – это направленный рост, геотропизм и гравитропизм – это направленный рост к центру земли. Соответственно, фототропизм равно гелиотропизм, потому что гелиос – это солнце, гелиотропизм и фототропизм – это направленный рост в направлении источника света, ну, в нашем случае это солнце. Ну, если, конечно, вы не извращенный ученый, который пытается заменить солнце лампой. Вот. Надеюсь, понятно. Так, с боковыми корнями мы разобрались, теперь мы переходим к придаточным или адвентивным корням. Прекрасные, замечательные сооружения, которые придумали растения. Они, как вы понимаете, формируются на стебле, но места на стебле бывают разные. Первый вариант формирования придаточных корней, место формирования – это гиппокотель. Что такое гиппокотель? Еще раз скажу. Я не помню, говорила я вам или нет. Ну, в общем, смотрите. Вот у нас, условно говоря, вот эта вот жирная штучка – это корневая шейка. Соответственно, здесь у нас корень. Дальше у нас начинается стебель до семидолей. Дальше следующее междоузлие – настоящие листья. Вот это будет гиппокотель, а вот это будет эпикотель. Это по-латыни, а если по-русски, то гиппокотель – это подсемидольное колено. Ну, короче, междоузлие, которое находится между корневой шейкой и семидолями. Гиппокотель – подсемидольное колено. Следующее междоузлие между семидолями и настоящими листьями называется эпикотель или надсемидольное колено. Гиппокотель с точки зрения физиологов растений – очень важное место, условно говоря, важный орган. Это не орган, это часть. Я даже не знаю, как это сказать. Смысл в том, что в зависимости от того, как он выглядит – толстый, тонкий, окрашенный, неокрашенный, мало клеток, много клеток – это все физиологические показатели того, насколько хорошо растению сейчас, которое прорастает. Состояние гиппокотеля у прорастающих семян – это максимально важный показатель, если вы хотите понять, насколько хорошо или плохо вашему семени и вашему прорастающему зародышу. Поэтому так. Итак, первый вариант, если у нас формируется на гиппокотеле, соответственно, предаточные корни. Второй вариант, когда уже непосредственно на других частях стебля, и тут тоже есть вариации. Если мы семенные растения, то у семенных растений могут формироваться предаточные корни в узле, над узлом, под узлом, между узлами. И тут очень часто бывает такое, что есть очень специфические представители, например, какой-нибудь плюш, у него большующее количество предаточных корней формируется именно строго в междоузле. Не рядом где-нибудь с узлом, а вот прям посередине междоузле. Если же мы говорим про споровые растения, то там чаще всего предаточные корни приурочены к побеговой части. Вспоминаем, что у них нет главного корня из зародышевого корешка и всякое такое. Зачем нужны предаточные корни на стебле? А вот когда мы с вами будем говорить про видоизменение корней, ты узнаешь, радость моя, там так можно с ними поизвращаться. Ух, красота! Ну и самое главное, что у споровых растений очень часто количество предаточных корней детерминировано, ну то есть ограниченное число. Итак, давайте смотреть картинку, если мой компьютерчик, вот замечательно. Над узловые корни кукурузы. Они относятся к варианту видоизменения корней. Посмотрите, пожалуйста, вот сюда, вот эта вот зеленая часть, это на самом деле корень. Кстати, может быть, кто-то мне скажет, как они называются. Контрактильные? Не-не-не-не-не, контрактильные, это корневища, луковица, клубни луковицы, нет. Что такое узел? А, зайки мои, окей, узел. Узел, так, представь себе стебель, вот стебель, стебель. Дальше пошел листочек, листочек, стебель. Значит, здесь вот почка, формируется почка. Значит, узел – это место отхождения листа на стебле. Соответственно, вот у нас пошел второй узел, листочек. Плохой листочек получился, очень плохой листочек получился, но неважно. Соответственно, это узел номер один, это узел номер два. Расстояние между узлом один и узлом два, плохая скобка, называется междоузли. Вот узел, место отхождения листа. Короче, вот эти вот штуки – это все корни. Причем, посмотрите, вот они, крышечки, корневые чехлечки. Они, зайки мои, пусняшки. Я перепутала, как называется, ходульные. Ходульные, совершенно верно, это ходульные корни. А теперь, внимание, вопрос, зачем нужны ходульные корни? Расскажите нам, госпожа Лапкина. Для поддержки стебля, чтобы не упал. Да, ты, гигантская кукуруза, с тонюсеньким стеблем, ты не хочешь свалиться, потому что тебе нужно подставить свои прекрасные початки солнцу. Ты не хочешь завалиться, поэтому тебе нужны дополнительные источники опоры. Поэтому формируются ходульные корни. Да, кстати, кукуруза может убежать, она как-нибудь поляжет, и все, и приветик. Более того, могу сказать, что ходульные корни могут формироваться, например, у сосны. Потому что сосны очень часто растут на таких песчаных субстратах, которые едут. В прямом смысле, едут. А им нужно оставаться как бы в вертикальном положении. Что делать? Привет ходульным корням. Так, держите кукурузу. Да, держите кукурузу. Так, дальше. Следующее наше растение – это хидера. Это кто у нас? Плющ. Вот они, смотрите, гигантское количество предаточных корней в междоузлях. Понятно, что к плющу надо специфически вырываться вперед, лазать и так далее. Поэтому, конечно, они развивают большое количество предаточных корней ровно для того, чтобы закрепляться на субстрате. Здесь функция закрепления в субстрате. Прикрепление к субстрату. Если ходульные корни – это удержание на субстрате, то здесь это прикрепление. Зачем вот эти надузловые корни каланхои? Это способ бешеным образом размножаться, потому что это такое суккулентно подобное растение, которое очень часто отваливается кусочками. Оно может разваливаться на куски. Здесь метамерность строения используется по максимуму. Что такое метамерность? Это когда у вас один и тот же кусок повторяется несколько раз. Особенностью надземной части растения является ее метамерность. Собственно, узел междоузлия, узел междоузлия. Вот вам эта метамерность. И они в узлах могут физически разваливаться. А когда у вас над узлом есть корни, то, да, каланхои, но, кстати, не все каланхои демонстрируют вот это формирование корней. Но как только вы эту штучку положите, кусочек стебля положите в воду, вот он вам демонстрирует все свои корешки, зачатки. Поэтому они очень часто это используют. Да, Алиса, что вы хотели спросить? У меня однажды, ну, я просто сказать хотела, у меня однажды каланхои стояла на подоконнике. Она упала с подоконника, у меня была куча кусков этих каланхои, я их в воду поставила. У меня вот столько каланхои у меня никогда не было. Ну, это классно. Собственно, что вы увидели? Вы увидели особенность, да, вот вы увидели то, как над узловые корни. Вот стоило мне сказать слово Алиса, и все. У нас на английском, на дешевле, так было. Да, спасибо. Да, ну так вот. Сейчас я все-таки перейду, остановлю демонстрирует сейчас. Раз, ну давай, давай, зайкаем, пожалуйста. Нет, вы не видите мою презентацию, правильно? А вот сейчас вы видите мою презентацию? Видим. Все, шикарно, поехали. Да. Поехали дальше. Следующая наша с вами часть, буквально, я думаю, 15 минут, и мы закончим. Это то, как выглядят корни в зависимости от того, какую функцию они выполняют в корневых системах. Потому что корневая система, почему она система, потому что это не, сейчас я сформулирую, совокупность корней, это не гомогенная система, это гетерогенная система. Потому что одни выполняют одну функцию, а другие другую. Какие две суперглавные функции нужно выполнять в корневой системе? Это поглощение питательных веществ и это закрепление в субстрате. Лишь первичные корни, в смысле, лишь те корни, которые формируются в первый год, могут выполнять и то, и другое. Но если ты многолетнее растение, у тебя должна быть строгая специализация на твоей функции. Потому что если ты собираешься быть опорой, ты, во-первых, должен быть длинным, потому что чем ты длиннее, тем больше у тебя, условно говоря, площадь опоры и больше площадь закрепления. Ты должен быть долговечным, поэтому ты довольно сильно меняешь свою анатомию. Это означает, что, скорее всего, у тебя есть вторичное утолщение, ты сто пудов должен сделать себе передерму по краю. В общем, большие анатомические изменения по сравнению с тем корешочком, которым ты родился. Дальше. Если же ты корень, который обеспечивает поглощение воды и минеральных веществ, ты, скорее всего, будешь коротким, скорее всего, чаще всего однолетним. Но это хорошо, если у вас через 6 минут занятие другое, тогда вы переключитесь. Ничего страшного, потом записи посмотрите. Ты, скорее всего, короткий, однолетний, и это характерно для наших зон. Если ты в тропиках, то питательные корни могут жить несколько лет. Чтобы вы понимали, это у нас на зиму надо одевать передерму. А вот если ты живешь в тропиках, тебе, условно говоря, на зиму одевать передерму необязательно. Поэтому ты совершенно спокойно можешь, где записи хранятся. Я не знаю, где записи хранятся. Я попрошу Алину Рамильну как-то вам это все рассказать, провентилировать. Дальше. И, соответственно, в зависимости от того, как ты хочешь питать своих сородичей и соседей и тебя, то тогда ты можешь немножечко по-разному с физиологической точки зрения функционировать. Что я имею в виду? Ну, во-первых, можно быть питательным, питательным. Вот там я корневые волоски, вода минеральные вещества, все классно, все замечательно. Другой вариант. Я хочу привлечь к себе клубеньковые симбионты. И тогда я меняю свою физиологию и анатомию, но я остаюсь питающим корнем. Или я хочу к себе привлечь микоризообразователя. Я тоже меняю свою физиологию, но анатомию не очень, но физиологию так точно. Поэтому да, это все питающие корни, но как минимум с физиологической точки зрения они будут разными. С анатомической – не очень. С физиологической – да. Понятно, что когда ты формируешь клубенек, там анатомия сильно меняется, но если рассматривать анатомические зоны у обычных питающих корней и у микоризообразователей, там, в принципе, не суперсильно большие отличия. Ну, а теперь последнее, о чем мы с вами поговорим – это корневые системы, какие они бывают. Уже один прекрасный юноша немножечко раскрыл мою тайну, но он был прав. Итак, корневые системы классические делятся на два типа. Это стержневая и мочковатая корневая системы. Или по-другому – аллоризная и гоморизная. Сразу скажу, я не совсем честна с вами, потому что если брать прям вот настоящую морфологию, там аж восемь типов корневых систем. Мы с вами так не будем заходить, нам этого не надо. Я немножечко совместила понятие стержневой корневой системы и аллоризной, и мочковатой и гоморизной. Это не совсем одно и то же. Не совсем. Я немножечко упрощаю. Но это упрощение в нашем случае позволительно. Итак, гоморизная корневая система бывает двух типов. Об этом мы поговорим чуть позже. А вот стержневая корневая система классически характеризуется наличием сильно развитого главного корня, от которого походят боковые корни, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну и вы это все прекрасно знаете и помните. А еще нас интересует смешанная корневая система, которая чаще всего встречается у деревьев. Почему? Потому что когда дерево прорастает, оно в принципе не очень понимает, на каком субстрате оно живет. Потому что кому-то можно остаться прекрасно со стержневой корневой системой, ну в смысле с активно развитым, хорошо видным главным корнем, и все будет шикарно и замечательно. Но ты можешь начать прорастать на какой-нибудь такой зыбучей почве, и тогда тебе нужно очень активно развивать свои предаточные корни. Поэтому с эволюционной точки зрения деревьям максимально выгодно иметь смешанную корневую систему. Это эволюционное такое приобретение. Давайте теперь отдельно поговорим про гоморизную корневую систему. Еще раз, бывают первично гоморизные корневые системы, и тут мы вспоминаем все высшие споровые растения, то есть хвощи, плуны и папоротники, у которых главного корня исходно нет. Ну то есть вообще нет, потому что он не формируется, там нет осилок, зародышевого корешка. Поэтому это настоящие, честные, истинные гоморизные корневые системы. Есть вторично гоморизные корневые системы, и тут… До свидания. Ну пока, Кристина, удачи тебе, потом посмотришь. И есть вторичные корневые системы, и они могут немножечко различаться. Давайте посмотрим на эту картиночку, что мы видим. Первый вариант, когда у нас главный корень есть, он присутствует, но вы его вообще практически никак не можете отличить от предаточных. Второй вариант, когда главный корень практически сразу отмирает, и его нет. То есть главного корня он отмирает. То есть первый вариант, он присутствует, только он неотличим. Второй вариант, его просто нет, потому что он практически сразу отмирает, и его нет. Это тоже такие два варианта. И, как вы понимаете, в честной травморфологии это все по-разному немножечко называется. Но в нашем случае можно просто посмотреть, как это выглядит, и все. Ну и последняя картиночка, которую мы с вами сегодня обсудим, и я вас отпускаю, это то, как это выглядит по-настоящему вживую очищенные корневые системы. Так, я не знаю, что такое беседа, неважно. Итак, что у нас слева? Слева у нас, если я не помню, это слива. Это слива, по-моему, ей года два или три или четыре. В общем, меньше пяти лет этой сливе. Что мы видим? С одной стороны, на самом деле, мы видим классическую смешанную корневую систему. Потому что, да, у нас главный корень, но что, он супердлинный? Нет. Мы видим гигантское количество. Во-первых, вот эти придаточные корни. Вот эти, вот эти, вот они, придаточные корни. Вот это уже боковые пошли, да, потому что вот она корневая шейка. Вот она корневая шейка. Придаточные корни имеются. Боковые корни довольно большие. Что можно сказать, глядя на эту корневую систему? Да, есть глава. Неважно, это мне не касается. Что можно сказать, глядя на эту корневую систему? Что, скорее всего, это слева выращивалась у какого-нибудь, у какой-нибудь знатной огородницы бабы Нюры, у которой хорошо дренированная почва, хорошо удобренная, хорошо поливаемая и так далее. Поэтому такие длинные боковые корни, да, которые в бока расползаются. Потому что весь этот объем земли содержит все то, что необходимо данной слить. Потому что если бы это было не так, мы бы видели гигантский, длиннющий главный корень, который пытается доползти, дорасти до зоны, где будет много-много вкусняшки. Но это не так, поэтому не нужно ему быть таким здоровым. Поэтому боковые корни довольно близко располагаются. Второй вариант – это классическая мочковатая корневая система. Если вы внимательно присмотритесь, вы поймете, что это кукуруза. Это особая кукуруза. Этот препарат, морфологический препарат, сделал сам Климент Аркадьевич Тимирязев. Он хранится в музее, то ли он в главном здании хранится, то ли он в музее Тимирязева хранится. Я не помню, где он хранится. В общем, он сам сделал этот препарат. На самом деле для того, чтобы изъять полную корневую систему, вы выкапываете гигантский, совершенно гигантского объема ком земли. Дальше вы очищаете аккуратненько, чтобы не нарушить все вот эти вот тонюсенькие боковые предаточные корешочки и так и далее. В общем, классическая мочковатая корневая система. Как вы понимаете, никакого главного корня нет. А самое главное – все наши предаточные, вот они откуда начинаются. Помните, надузловые корни кукурузы? Вот они все, вот они где там. Они там прячутся и живут. Так, на этом мы с вами заканчиваем.